На самом деле, с военными фильмами все очень сложно. Много лент, которые уже стали классикой, и времени на все из них не хватит. Так что давайте спасти рядового Райана, Апокалипсис сегодня и Взвод вынесем за скобки сегодняшней подборки. А поговорим про фильмы, которые не так на слуху. Расположу я их по дате выхода. Начнем. 20 лет тишины от режиссера Терренса Малека, а потом появляется Тонкая красная линия. Драма про сражения за остров Гуадалканал в Тихом океане. Трехчасовой фильм пропитан ненавистью к войне. При этом согласиться с режиссером довольно легко. Достаточно посмотреть его глазами на красоту окружающей природы. Время замерло, чтобы мы успели обратить внимание на то, как красивы закаты, как шуршит трава. А потом уже увидеть смерть людей, которые бросаются на пулеметные очереди, чтобы лишиться этой очевидной радости бытия. Если фильм вам покажется затянутым, то скажу, что режиссерская версия длится 6 часов. Так что это выжимка. Короче, у Малека не получилось. Тонкая красная линия вышла почти одновременно с шедевром Спилберга «Спасти рядового Райана». Но, конечно, снято проще. Без такого количества спецэффектов и массовки. Но, тем не менее, это классика среди военных фильмов. Уделите ей время. А теперь посмотрим на тот же театр боевых действий, но с другой стороны, со стороны японцев. Еще более удивительно, что взгляд на эти события со стороны японцев снимал Клинт Иствуд. И снимали с ним японские актеры, которые говорили на японском. Вообще, Иствуд снял два фильма. Диалогию с разных сторон конфликта. Флаги наших отцов показали американцев, а письма – японскую сторону. Но сделано это не для того, чтобы показать отличия, а как раз наоборот. Что японцы такие же люди, которые долго готовились к обороне, прорыли туннели, все продумали, совсем не хотели погибать, а хотели домой. А потом за месяц кончились. Более чем двадцатитысячный гарнизон Ивадзимы был уничтожен. Никакого пафоса, речи из трибун и развивающихся флагов. Просто суровая правда о том, что война – это не героизм и не самопожертвование, не воля к победе и не смелость. Это тупая мясорубка, и ирония судьбы в том, что может так случиться, что воевать придется за бесполезный клочок земли, на котором даже пресной воды нет. Особая тема фильмов на военную тематику – психология человека, попавшего в самую экстремальную ситуацию из всех возможных. Джереми Рейнер играет сапера, который приходит на замену погибшему при разминировании. Его послужной список такой же большой, как и проблема в голове. Он уже не мыслит себя в мирной жизни, хотя у него есть семья. Его задача – бороться со всем, что взрывается. В фильме про войну, как таковой войны, очень мало. Зато есть напряжение, атмосфера и офигенная съемка, копирующая местами документальную. Герой фильма в постоянной борьбе со смертью, которую он пока выигрывает. В качестве трофеев – части бомб, которые его не взорвали. Он готов ко всему, его ставка – собственная жизнь. Но прекратить играть он уже не может. К сожалению, фильмы в этой подборке собраны по дате выхода, а не крутости. Иначе следующее кино было бы первым. И да, это не фильм, а мини-сериал, но в данном случае я сделал поблажку. Для кого-то из этих морпехов отправка в Ирак – первая война. А кто-то уже успел вдохнуть все прелести боевых действий. По сути, весь сериал они ждут реального боя, встречи с армией противника. Но сталкиваются лишь с идиотизмом командования, убогим снабжением и тупостью. А вместо врага – разрозненные кучки местных и море гражданских, с которыми никто не знает, что делать. И это несоответствие ожидания с реальностью рано или поздно сказывается на характерах и на отношении к войне. Казалось бы, при таком количестве действующих лиц запомнить, кто есть кто, будет очень трудно. Но не случай с Generation Kill. Игру актеров иначе как потрясающей назвать нельзя. Все выглядит максимально натурально. Диалоги просты, остроумны и с минимум цензуры. Это острая сатира на глупых пацанов, которые жаждут проявить героизм, но сталкиваются с реальностью. Кстати, любопытный факт. Один из актеров в этом сериале на самом деле морпех. И играет он самого себя. Остальное нагуглите. Серия провокативных фильмов, пристрастия к алкоголю и высказывания в прессе привели к изоляции Мэла Гибсона. Но в 2016 он снял фильм, после которого Голливуд вроде как его простил. В основе фильма реальная история Десмонта Доса, который стал героем войны, не сделав ни единого выстрела. Молодой человек решил отдать долг стране и отправиться на фронт. Но вот какая незадача. Он не то что стрелять, он брать винтовку в руки отказывается из-за религиозных соображений. Фильм как раз показывает все то, через что ему пришлось пройти, чтобы попасть на войну. Его буквально принуждали отправиться домой, объясняя это тем, что пользы от него все равно никакой не будет. А польза была, да еще и такая, что после войны его наградили медалью почета, высшей военной наградой США. Такие дела. Название всех фильмов я оставил в описании, там же будут и ссылки на мои социалки, инстаграм и прочее. Не забывайте ставить лайки, 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 если это видео было полезным для вас. Также советую скидывать его друзьям в личку, пусть тоже годные военные фильмы смотрят. А я прощаюсь и оставляю вас с размытым экраном. Пишите в комментариях свои любимые фильмы, военные желательно. Я все прочитаю, спишемся внизу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok